Дачники, туристы да и жители крупных городов этим летом едва успевают отмахиваться от вездесущих комаров. В чем причина нашествия и как бороться с кровососами, выяснял наш корреспондент Елизавета Никитина. Обычный сезон комаров связывают с летом, но на самом деле он начинается значительно раньше и может продолжаться еще несколько месяцев осени. Температура играет главную роль. Комары активизируются, когда ночная температура достигает отметки плюс 10 градусов. Как только температура начинает расти, количество комаров резко возрастает. Самый пик приходится на конец мая-начало июня. Так сколько же живет средний комар и где их можно встретить чаще всего? Если самка комара насосалась в крови после оплодотворения самцом, она откладывает яйца в воду и в принципе она после этого через очень короткое время умирает. В среднем комар где-то он живет не очень долго, то есть это 2-3 недели. Специалист уточнил, что больше всего комаров там, где они размножаются и где развиваются их личинки, то есть рядом с болотами, стоящими в доемами, особенно неглубокими. Поэтому если рядом с дачным участком находится заросший пруд, то комаров всегда будет достаточно много. При этом комаров различают по видам. В городе и за городом это два разных вида комара. В городе это нас беспокоит комар-пескун. Он приспособился к жизни в городе, так называемый стал синантропом. Синантропы это живые организмы, которые живут около человека. Поэтому он приспособился и может размножаться в фонтанах, в затопленных подвалах, даже в аквариум. Максимальная продолжительность жизни комара-пескуна 48 дней. Размер тела достигает от 3 до 7 миллиметров. Что касается загорода, особенно в лесу, там другие виды комаров. Это вид из рода, виды, несколько видов из рода эдос. Эдос переводится на русский кусака, соответствующее название. И вот эти вот кусаки, они как раз нас загородом, особенно где около лесов, вот это уже другие виды. Есть ли польза от комаров и нужны ли они человечеству? Как благодаря укуса комара мы участвуем в цепи питания? В целом, если говорить о комаров вообще нужны ли они или не нужны, нужны. Потому что комары помогают участвовать в цепях питания крупным видам животных, у которых, допустим, нет никаких хищников. Вот, например, человек. Благодаря комарам мы хоть как-то участвуем в цепях питания. Потому что комары кусают нас, сосут нашу кровь. Потом этими комарами питаются очень многие виды животных. Вот, это и птицы, и насекомые, и летучие мыши. Вот, соответственно, мы тут хоть как-то участвуем вот в этом общем процессе, значит, в цепях питания, которые происходят у нас в экосистемах. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универ Ньюс.